И снова здравствуйте! Всем привет! The Brush 2019. Для дальнейших событий именно с дровосеком, с лесорубом нужно дерево. Я уже показывал как в блендер сделать дерево. Давайте посмотрим как это дело обстоит еще в The Brush. По-моему и в The Brush показывал, но там другим способом я показывал именно из цилиндра как это все дело вытягивать, добавлять. Здесь что мы делаем? Первым делом нам нужно добавить меш. Вот этот Subtool. Добавляем или куб или цилиндр. Вытягиваем его вот так вот. Жмем Edit. Жмем Make Polymesh, чтобы он стал активным. Включаем Fluor. Включаем Moff, Gizmo. Уплотняем вот так этот куб и уменьшаем. Модель большая нам не нужна. Вот таким вот образом. Смотрим что да как. Можно его еще тут побольше уменьшить. Для чего нам это нужно? Смотрим дальше. Выключаем Gizmo и включаем вот эту кисточку Curve Tube. Выставляем Drawf Size и начинаем рисовать. Вот это будет у нас пускай ствол. Его мы можем курвой вот так вот регулировать. Где-то вытягивать, где-то загибать, где-то переносить. Получается вот такой допустим ствол. Мы его можем еще больше сделать увеличив Drawf Size нажав на него, на эту курву и выбрать нужный нам размер ветки. Нажимаем теперь левой кнопкой мыши на Mesh и здесь какая штука? Можем Shift немножко где-то тут уплотнить. Если мы сейчас возьмем кисточку Moff Topology, то смотрим, сможем где-то ствол, допустим, вытягивать, где-то его вдавливать, искривлять и так далее. Опять переключаемся на кисточку Curve Tube, уменьшаем Drawf Size и вот так все это дело прорисовываем. Вы видите, что ветку можно делать опять же больше-меньше. Уменьшаем ее вот до таких размеров и опять же нажимаем, смотрим опять же как ее тут установить. Подгоняем, конечно, как-то искривляем вот таким вот образом и жмем опять же на Mesh, на вот этот вот Subtool, который уже есть без курвы. Теперь что нам нужно? Опять уменьшить Drawf Size и вытянуть из этой ветки еще ветку. Опять жмем на курву на Mesh и вот так вот все это дело прорабатываем. Так, это вот таким вот образом. Здесь можно ее опять же вертеть, крутить, подгонять, переносить. Допустим, можно вот так ее поставить, здесь где-то искривить. И когда у вас все это дело будет уже готово. Так, фуру я пока отключу. Выбираем Moft Apology, допустим, ставим. Так, Drawf Size побольше. Выравниваем, подгоняем здесь деревья, вот эти ветки. Снимаем выделение. И вот брать мы можем каждый вот этот ствол, вот так вот этот искривлять. Где-то что-то прорабатывать. Так, это все вот подгоняется вот так вот. Ну и Shift потом, уменьшив Drawf Size, можно где-то что-то выгладить, сделать ветки потоньше. Вот на концах, допустим, вот так. Когда все это дело у вас сделано, что можно еще? Ну, пролепить, добавить текстуры к этому стволу, где-то добавить корни. Как это все дело опять делается? Делаем Control. Допустим, делаем одну полигруппу. Заходим в геометрии. Находим Dynamesh. Ставим резолюцию побольше, чтобы ветки не развалились. Все это дело теперь, вот вы видите, спаялось. И вот теперь мы можем приступать к лепке. Допустим, выбираем кисточку. Ставим на двойку. Ну и где-то Control D добавить дивайдов, чтобы все это дело получше выглядело. И где-то вот пролепить какие-то части. Добавить кору. Опять же, кору можно добавлять именно скачав текстуру альфу и наносить с помощью вот этой вот DragRect. Вот давайте возьмем какую-нибудь альфу. вот эту. И вот здесь мы ее можем наносить, прибавить, допустим, все Control D. Сделать интенсивность побольше. И вот таким образом будет наноситься кора. Вот так вот. Надеюсь, это все понятно. Но теперь давайте подгрузим именно дерево. Итак, меня немного тут отвлекли. Продолжаем. Так, вот дерево есть. Суть вопроса в чем? Нужно, чтобы вот здесь вылетали некоторые части. Как это сделаем? Делаем дубликат дерева. И режем. Так, Control Shift. Trim Curve. Вот здесь должна у нас быть выемка. Вот здесь вот. Так, ну выемка должна быть, как сказать, неполная, да? Так, 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 так. Нужно, наверное, кубами. Ну давайте попробуем сейчас сначала Control Shift отрезать какой-нибудь кусок. Вот так как-то. И как-то, наверное, вот так вот. Итак, у нас остается вот такой вот кусок. Мы ему смотрим, что да как. Делаем геометрии и делаем Dynamesh побольше резолюцию. Так. Так. Control Z. Ну где-то вот такая штукенция. И попробуем теперь так еще раз дерево сделаем дубликат на всякий случай. Этот отключим один вариант. Вот. И вот. Вот эту поставим часть на вычитание. Так. Пардонте. Сначала мы эту часть еще давайте продублируем. Сделаем дубликат и поднимем одну часть на всякий случай кверху туда. Вот к этому дереву. Теперь вот эту часть ставим на вычитание. Теперь делаем Merch Down объединение. И снимаем Control маску. Так. Или делаем Dynamesh. Смотрим, что получилось. А получилось не очень. Так. Теперь возвращаем вот этот кусок сюда. Вот этому дереву делаем Control D побольше дивайдов. Возвращаем. Делаем наверное дубликат еще раз. Дубликат. И вот этот кусок под это дерево опять переведем. Вот так вот. Немножко наверное его поднадуем. Это в деформации. In flat. Вот так вот наверное как-то. И попробуем теперь так. Сделаем ему еще раз Dynamesh. Еще раз установим на вычитание. Делаем объединение. Merch Down. Ок. И снимаем Control маску. Ты что ты. Так. В чем косяк. Так. А косяк. В том, что вот этот кусок нужно еще чуть-чуть растянуть. Так. А почему я его не вижу в Гизму. Так. И с веткой у нас начались проблемы. Но это не беда. Так. Отключаем замок. Перетаскиваем Гизму. Перетаскиваем Гизму на наш объект. И закрываем замок. И растягиваем его вот так вот. Вот таким вот образом. Так. Немножко еще растянем. Потом подкорректируем. Чтобы вот эти края выходили. Так. Делаем ему опять же дубликат. Чтобы потом не искать этот кусок. Он нам еще понадобится. Ставим опять на вычитание. Делаем опять же Merch Down. Ок. Объединение. И Control. Снимаем маску. Все равно получаются какие-то сопли. Так. Гизму перетаскиваем. Почему оно так внизу у меня оказывается. Так. Ну вот эти сопли давайте уже подкорректируем. Так. Угу. Control. И их вот так вот замаскируем как бы. Делаем. Control. W. Нажимаем на дерево. Так. Теперь делаем геометрии. Modified Apology Dell Hidden. Так. Вот. Вы видите, что ветки немного испортились. Почему? Потому что уменьшилась вот эта вот вся детализация. Так. Делаем Close Hose. Так. Назад. Z. Control. W. Надо было делать на больших дивайдах. Вот этих. Dynamesh. Ну сейчас мы это все дело повторим на другой ветке. Так. Вот эту ветку мы теперь. Delete. Ок. Раз мы уже косяки знаем. Так. Вот это вот что тоже. За косяк тут. Ctrl. W. Так. Ладно. Пусть пока побудет. Теперь делаем дубликат вот этого куска. Делаем дубликат. Делаем ему Dynamesh. На большей резолюции пойдет. Так. Это все равно мало. Модель маленькая у меня. Так. Побольше поставим. Вот 16000. Смотрим, что тут с полигруппами. Нормально. Включаем видимость. Теперь дублируем вот это дерево. Делаем его так. Дубликат. И переводим его вниз. Так. Вот с деревом теперь нужно это все дело поаккуратнее. Смотрим. Включаем дерево. Dynamesh. И ставим резолюцию побольше. Чтобы ветки были ветками. Так. Смотрим. Если мы сделаем Dynamesh. Ну в принципе вот эта часть пойдет. Ctrl Z. Так. Чуть-чуть можно даже поменьше. Ну вот так где-то 900. Это у меня получается. У вас другие будут показания. Так. Что еще? Теперь ставим на вычитание. Вот этот нижний Subtool. Переключаемся на дерево. Делаем Merge Down. Ок. И делаем вычитание. Geometry. Dynamesh. Геометри. Dynamesh. 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 Holes. Так. Все. Пока эта часть есть. Ветки вроде не распались. Теперь нам понадобится вот этот кусок. Мы его опять же в геометрии делаем ему Dynamesh. Теперь мы выбираем Gizmo. Возвращаем его в первоначальное положение. Вот так вот. Можно его немножко растянуть. О. И ветка нам больше пока не понадобится. Теперь будем работать с этим куском. Вот это дерево. Одно можно теперь delete. Которое не вырезано. И вот этот кусок делаем в дубликат. И можно его теперь просто резать. Так. Вот этот дубликат теперь режем вот так. И режем вот так. Теперь вот этому куску делаем Dynamesh. Делаем Ctrl D. Чтобы он стал более сеткой плотной. Теперь делаем вот это. Так. Вот этому делаем куску опять же дубликат. И вот этому куску делаем дубликат. Вдруг ошибимся. Так. Делаем дубликат. Теперь вот этому нижнему куску. Вот этому. Давайте inflat сделаем. Деформация. И inflat. О. Чтобы он был вот так побольше. Так. Теперь делаем вычитание. Так. Delo. Дивайды удалим. Ставим его на вычитание. Объединяем его с верхним вот этим куском. Да. С верхним куском. И теперь делаем Merge Down. И снимаем маску. Делаем вычитание. Теперь вот этот кусок. Вот. Так. Вот этот. Который у нас есть. Мы его растягиваем. И восстанавливаем в размерах. Именно вот этого. Разреза. Так. Где-то вот так что-то получается. Потом еще кисточкой подрегулируем. Так. Еще немножко. Вон. Ctrl Z. Нужно. Растянуть что ли. Ну сейчас будем думать. Так. Ну и в принципе вот этого нам достаточно. Вот этих кусков нам достаточно. Нам теперь нужно что сделать. Взять кисточку Moff Topology. И вот это все дело. Нормально под заполнить. Так. Чтобы не было. Так. Это у нас два куска пока. Да. Вот этот кусок можно пока. Делит наверное. ОК. И вот этот кусок тоже заполняем. Подгоняем. Чтобы он плотно тут лежал. Вот так вот. Кисточку чуть-чуть поменьше. Вот как-то так. Так. Теперь нам что нужно сделать. Сделать. Первым делом делаем вот этому дубликат. Делаем дубликат. И отрезаем вот эту часть. Вот так. Оставляем. А эту часть отрезаем вот так вот. Вот. Теперь у нас получаются разные куски. Вот эти. И нужно то же самое сделать с этим куском. Так. Делаем ему дубликат. Вот этому куску. Первый кусок отрезаем пополам. Так. У него дивайды надо отключать. Чтобы резался. Смотрим. Так. Вот эту часть режем вот так. А вот эту часть режем наоборот. Вот так. Так. Теперь. Все это дело опять же кое-как подравниваем. Выравниваем. Надуваем. Можно даже пролепить. Добавить кору. Чтобы все это дело прикольно было. Ну. Как-то наверное. Вот так вот. Так. Эта часть. Вот сюда заходит. Эта часть вроде нормальная. Так. Это вроде пойдет. А вот эту чуть-чуть нужно подкорректировать. Так. Во. Так. Ставим прозрачность. И кое-где наверное еще можно подсобачить. Да. Чтобы не залазило на предыдущие вот эти части. Ну. Все нормально. Получается вот такой ствол. Так. Вот такая штука. А теперь нужно сохранить отдельно дерево. Выбираем Subtool дерево. Экспорт. Жмем. Пишем дерево ствол можно написать. Ствол. Так. Теперь делаем. Пишем вот этому куску. Экспорт. Один. Сохранить. Следом экспорт. Это два кусок будет сохранить. Это кусок три. Сохранить. Так. Смотрим. Тут еще какой косяк может быть. Так. Ctrl W. Надо одни полигруппы поделать. Ctrl W. Ctrl W. И переписываем тогда. Это кусок. Посмотрим как он будет себя вести именно в Blender. Переписываем словом. Это значит один. Сохранить. Да. Это два. Ctrl W. это значит четвертый и все раз два три четыре куска у нас ну вот такая заготовочка можно их конечно было и побольше по поделать от этих кусков ну пока с маленьким количеством поработаем посмотрим как они будут вылетать какая будет анимация но на этом всем пока следующем ролике уже попробую сделать вот эту всю анимацию с дровосеком